Это были и кладбища были, и свадьбы игрались, это все там было. Мы отдельно взяли землю, разрушили наше село, получили статус, построили храм, школу, все, есть. Началась новая жизнь. Заезжают в деревню, везде, на территории деревни курить запрещается. К нам поселиться может, я вот, Зинаи, я отдал там, приглашение тем, кто потеряли родину. Кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Я в краевой администрации сказал, они говорят, так у нас тут ни одного такого нет. Ну, статистики мы все врем, говорит, мужчины курят, так и матерятся. Мы взяли определенное участок земли и показали, возродить можно без единого рубля государства, добавляем. Сами все, и трансформаторы, и столбы, и школы, все за то еще. Но работать, конечно, как Твардовский пишет, дарю, дарю, и смыкал мужик. Слая скотина, живут от сельского хозяйства. Ну, держат скотину, вот мой брат, отец, кстати, до 100 овечек, другой до 100 свиней у него держат. Крупного рогатого, там, до 40. А сегодня это можно делать, но работать надо. И они вывозят молочные продукты в город, там, не на базаре, а уже слоя клиентура. Там, городская администрация, все знают, что такая бесподмеса. День пройдет, уже эту сметану, сливки надо ножом резать. Вот, это конкретно. Вот я много лет, только в одном университете, делал занятия в 17 лет. Говорят, студенты ничего не знают. Не знают. Ну, а дальше что? Ну, давайте, плохие студенты. Дальше-то что? А вот давайте все начнем как-то приближать это. Ты не можешь, написано, принявший пророка во имя пророка, получить наградок пророка. Ты накормил другой, напоил, помоги нуждающимися. Вот я говорю, сколько университетов, школа, там, десятки-десятки школ. Там, мы ходим в городок, в Новосибирск, и люди узнают и зовут. И тогда, там, летное училище, я много лет у них вел занятия. Сказать, что люди не желают знать, это абсолютно неверно. Вот прошли 56 сел, сел, полностью, каждый дом, занося Евангелие, приобретали Евангелие, 30 тысяч Евангелия раздали, мы все положили на это, Новая Завета. Русский человек очень отзывчив, нягош. Это особая натура, он таким создан, но его сумели сделать таким, что в самые ненавистские в мире сделаются. Они едут сейчас на курорты, уже Германия, другие, везде заезжают. На курорты не поедем, там, где в Крыланд, если там, где-то русские. Безобрачницы, пьянствуют. Женщины каждый день, как будто, нового мужика я подают. Даже какие-то француженки, и те говорят, мы не хотим даже смотреть на них. Мы показали, как они пьяные, басты, малятся там, ну нельзя так жить. Так можно только помирать. И появились так, чтобы люди увидели в тебе образ Божий. И сказали, хорошо, будь то, что. Говорят, евреи разграбили. Мы разграбили. Мутульмане, как платили уже все, мы проехали везеты, чернявые, красивые ребята. А наши витязи где? Они ремонтируют дороги, мы с детом, с правительством, все, а эти вот оттуда, мы с депутат. А нам мы пододелись. С ними надо бороться, надо. А как любовь? Мы должны им показать, сделать. И вот в 17 лет, я тоже в 17 лет, в одной этой кочеве я помогал сотрудничать. Я знаю контингент, я знаю, о чем они думают. И поэтому, если я стану в Тульмане, короче, стараюсь побольше. У него другое питание было. Он чужой здесь. Он озверел. И, глядишь, человек уже совсем другим делается. Он выходит из заключения, у меня русского ищет по городу, найти, отблагодарить. У этого человека свой менталитет в отношениях старшего и прочее. Ну, давайте думать. Сектанты одолели, баптисты одолели. Начинают трудиться. Вот у меня в доме привезли еврея. Породистые евреи, чистопородные. Родители в Израиле, на ум израиле. Он один раз только был. Уже через день был православный. А сейчас батюшка у патриарха. Еврей. Вот и все. Следователь КГБ, да, опрашивает там что-то. Следователь обратился, сейчас стал священником. Так меня, когда второй раз судили, они задушили, говорят, это нашего такого сотрудника погубили. Куда погубили? Он теперь отец, он священник. То есть, нужен труд. Это не моя заслуга, это Бог делает. Ты только начни делать, и ты увидишь, получится. Вот сейчас ребятам говорили, он уже на крыше лежит. Все сделал, все, уже позади. Уже дождь не попадает. А не делал бы, ничего и не было. Вот Павел Николаевич не откликнулся бы. Мы бы сюда не заехали, дальше ничего не было. Мы все нужны друг другу. Я вот начальник детского лагеря, приезжает ребенок. Ну, лет 14 бывает. Он увидел коноплю, хватает, он наркоман. Родители, мы купили наручники, я его батареи приковываю. Он вытащил все из дома. Они приезжают через месяц, узнать не может, Валерка, да ты ли это. Он обнимает родителей, сестренку. Он говорит, ты их воздал, не знаю как. Что вы сделали, как? Никак мы вовремя вставали. У меня в детском лагере в 5 утра встают дети. Пробежатся, гимнастика, считаем молитвы, искупаться, пилят дрова. Руссы растут. И у нас везде лозунг, Россия должна встать. Дети хором Россия, это мы. Вот такое Россия, это мы. Это надо видеть. Вот сняли фильмы и фильмы. Один фильм занял первое место на международном киноконкурсе. Документальный фильм о православии. А второй фильм занял первое место в России. Это больше разговора. У нас мало, ничего нет. Но со Христом. Все делает с Богом. С молитвой. Нас вот сегодня что собирает здесь? Желание лучшего. Даже если Христа ты не знаешь. А скажут, а какое лучшее? Лучше с Богом. Апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Вот говорят, умер, все пропало. Нет, смерть, это как корабли. Вот я давал хлебы, они увозили. А теперь при смерти все к тебе возвращается. Оно никуда не уйдет. Поэтому у неверующего человека каждый день приближает к смерти. А у верующего-то каждый день приближает к встрече со Христом. Будет воскресение. Чаю воскресения мертвых. Жизни будущего века. Вы же поете? Аминь. У верующего все по-другому. Был писатель Паустовский Константин. Но ему сын говорит, папа, почему ты какой-то все сумрачный такой? Как этот, сын Золотухина говорит, папа, кто-то по телефону говорит, все время грешь, почему? Ну ладно, Валерий Сергеевич сам написал, но кто-то не знал. Он ко мне приезжал, книги покупал. Кураев ко мне приезжал на дом, книги покупал. Камень. А он говорит по-другому. А мама говорит, все время радостно. У мамы впереди радостная встреча, а у меня ничего нет, у меня веры нет. Я каждый день думаю, кольнулась сердце, ой, не смертный. А у мамы где-то что-то несчастье, и она говорит, господи, наверное, ты меня сегодня возьмешь. Представляешь, какое у нее ликующее настроение. С Богом везде хорошо. Вот посмотрите, на кладбище крест у русских, на храме крест, на тельный крест. Скорая помощь сбежит в крест, что это символ любви и сострадания. И вот до этого уровня нас Господь говорит, вы можете его достичь? Вы можете. Вот и так подходит, Христос воскресе, и это приветствие будет до Вознесения. Люди не знают, что Пасха прошла, а не прошла. Господь был 40 дней с учениками. Он воскрес, воскресит и наши тела. И вот это все временное, оно должно служить прославлению Бога. Вот мы поехали, мы не знаем, получили паспорта, самые современные генетические данные. Мы получили визу, приглашение, шенгенская зона. Но мы не знаем, пропустят ли нас. Вот сейчас мы гадаем, где не пропустят здесь, тогда мы пытаемся через Польшу, сейчас через Румынию. Нет, значит, через Швецию. Нет, ну, значит, начинаем по России работать. Почему с таким грузом никто не ходил? Вот у нас вся трудность. Представьте, мы нагружаемся, это 20 экземпляров, столичные города, начиная с Берлин, Париж, Лондон, везде мы хотим оставить, где русские люди, для нашей диаспоры. И нам нужна помощь, чтобы Господь этот камень отвалил. Чтобы, если будут как-то эти нерасположенные, они расположились. Вот я, нам нужен Грузия, а там тоже свои закорючки. Если я приехал через Абхазию и Южную Осетию, поставили, уже не запускают. Почему? Это оккупированная Россия территория. Если я в Грузию попал, а теперь поехал в Азербайджан, в Азербайджане в Армении нельзя, и воюете за Карабаха. Я должен снова вернуться в Грузию, и тогда пойти в Армению. Я ничего раньше этого не знал, сейчас все это узнали. Ну, тут узнали, Грузия хлопочет, я сейчас показываю на грузовушке, мне летят письмо, уже номер нам пока сообщили, который там на пропускном. Вплоть до замминистра сообщили, у меня там крестник, евреи этот, на ум израильщиков. А в других-то местах у нас нету, в Греции там уже и священники собираются встретиться. У нас там нету. У нас все будет решаться в 0-0 10-го числа. Если вы это вспомните, вспомните, это мы ради Бога, мы своего не ищем. Мы хотим, чтобы Слово Божие дошло до людей. Вот в этих книгах я отвечаю на 4124 вопроса, они все здесь, на сайте. Если на сайт зайдете, там 55 папок. Допустим, семья, работа, государство, патриархия, старобрящество, евреи. Одна папка, зайдешь, там одни вопросы, пнул, и сразу вопрос разворачивается. Я провел за 9 лет больше 30 тысяч часов за компьютером. Набор лерсты занимался и спрашивает, как же видишь-то. А Господь показал, нужно мелко тертую морковь два раза в день. А вот эти капли продают, они на каратине оказываются. Это внутреннее состояние морковь. Это обыкновенная, сырая морковь, а мелко-мелко тертую. Кушать ее? Или морковь два раза в день. Или лесток закапывать морковь? Нет, есть. Сел, съел, больше ничего не надо, оно все найдет куда-то, ничего не закапывает. Вот коротко, кто мы и откуда едем. Вот и был такой один человек, Мартин Лютер, он, хотя и не православный, но сказал хорошие слова. В мире есть одна книга Библии и одна личность Христос. Вот в этом все. Ты знай Священное Писание и звай Христа. Вот сегодня я разговаривал, и тайны никакой не делал. Эти книги, что он не чекал, он говорит, и Вадима вроде звать, Дмитрий. У нас Митя зовут, он говорит, а меня тоже Митя зовут. У него вопросы. Даже надея на меня отвезут, как я вот эту вопрос. Я авторитет Библии могу у тебя установить? Если ты веришь, что Библия от первой до последней буквы, в корочках этих, это от Бога. Тогда ты не мне задал вопрос. Я тебе скажу, где написано, а в Астин, ты откроешь. Я ему говорю, вижу, он верит. Верит я ему. Еще вопрос. Я ему говорю, ну а если так обещает Господь? Он поблагодарил. Насколько я так твердо, у меня не знаю, там, относительно паспорта. Там общинка, там что-то, какие-то вопросы политические. Они решаются в Библии. Главное знать, что, где и вовремя. И как слепи отцы православное сердце исполковали. Ну для этого нужно кое-что знать. И Бог это дает. Его сердце расположено спросить. Мое расположение было ответить. Он ушел уже в мою молитву. Мы все нужны друг другу. И когда ребенок где-то начинает и так делать, мы ему начинаем доказывать, какой ты нужен. Ты нужен родителям. Своим, по большому счету, страна, родина, еще непонятно. И поэтому ты не имеешь права над собой вот это опыты делать, там, нахотики и прочее. Тебе это тело не принадлежит. Ты верен только наблюдать за ним. Правильно его, чтобы гимнастика сильной была, это защитить мог. Но не драться, не убивать. Ему надо ребенку это показать. А сегодня он сидел и говорил, ты знаешь, у тебя мобильник есть? Есть. А кто его изобрел? Я спрашиваю это. Учителей ни один не знает. У меня дети все знают. Мартин Купер. Мы молимся за этого Мартина. Он живой. Господи, так облегчил жизнь. Миллиарды людей сегодня имеют этот прибор. Самый распространенный на Земле в 20-х столетия. А интернет никто не знает. Тим Бернерс Ли. Дети знают это. Им надо показать. Кто премьер, кто президент. Даже знать божественно. Но ты обрати на него внимание. Поинтересуйся. Что его интересует? Не просто так. А я родил ребенка. Родил. Дальше-то что? Куда он пойдет? Он лучше тебя не будет. Он опыт-то, главное, это берет дома. И он меньше всего словам верит. Он верит тому, что ты делаешь. Если ребенок не видит тебя молящегося, ему очень трудно устоять. А у нас принято так. Пошел в церковь, в школу, на икону, три поклона. Там папа или тяки у нас зовут. Благослови, мама. Бог с тобой. Иди с Богом. Вернулся опять. Пришел из школы. Слава Богу. Слава Богу. Слади за стол. Вот так строилось. Мимо идет это. Бог помощь. А не то, что сказал, не знает что. Библия говорит, за всякое слово праздное, человек даст ответ в день суда. Праздное и гнилое. Это большая разница. Праздное пустословие. Там анекдот какой-нибудь. Ну, всякая пакость. Это гнилое слово. А просто так сидят, болтают. А, пошла. Ну, кого-то я знаю. Новая пупайка, это ворует. Он не может по-другому думать. Увидел, идет с сестрой. А это вот новая жену. Он не знает, что сестра в гости приехала. Вот любит промывать гольцокосточки. Не надо этого. Ты думай только. А как я перед Богом за каждое слово отвечать буду? А хорошо ли это? Вот я работаю. Сторожем. Мне не давали нигде работать. Я сторожем работаю только в медицинской охране при милиции. Чтобы наблюдать. Чтобы все на глазах было. И вот один проехал. Он начальника возил. И тут прошла там милиция. Она секретарь. А он хороший сам по себе человек. И про нее говорит. Ну, как мужчины, про женщины. Я маленько дождался. Когда разойдутся. Я говорю, Толя, а ты думаешь, она хорошая? Да ничего. Она нормально. Ну, она какая-то там плохо ведет себя. Да нет. Ну, ты прости меня. А ты за нее сейчас обращаешься, что она такая, как ты говорила. Он попроснел. Видишь, что ты по за глаза говоришь. Если она не такая, ты ей скажи. Ей. Ты не можешь, я ей пойду скажу. Помогу ей избавиться от этого порока. А так ты сквернишь себя и ее. А я-то тебе не поверил. Я ее знаю. Она очень хорошая. Все. Больше я его ни разу, нигде не слышал. Вот начальник разговаривался как-то с моим там братом. Ну, и в то время еще не было. Стол открыл. И смотри, говорит, какие достал открытки. Порнографические. А то сразу глаза отвел. Брат говорит, а зачем он мне это показывает? Перед Богом это мерзость. Так начальник это другим стал рассказывать. Понимаешь, говорит, как? Он даже смотреть не стал. Это уже тебе пример. Вот и все. Тебе не надо, ну, куда-то подоблака идти, рядом с тобой, что? Вот я у начальника одного знаю, другого, ну, много знакомых. И что-то нужно ему. Он скажет, ты посиди маленько в кабинете, я сейчас бегаю. И я тебе сейчас свои бумаги. И скажу, а что ты выходишь? А нельзя оставаться одному. У тебя, может, потерялась вчера бумага. А ты-то будешь думать, потерялась, считать. Да, наверное, когда я пришел. И наши отношения на подозрение будут нарушены. Я тебя в коридоре подожду. Так он пошел, зачем? Забыл. А пошел рассказывать, что я ему сказал. И я ему сказал, ты кабинет запирай, дружок. Тебе доверило государство важные документы. И ты так бросаешь, посиди. А кто я такой для тебя? Ты меня даже не знаешь. Но я тебе верю. Не надо верить. Заблина. Заблина за мной. Ты в любом деле покажи, что ты заботишься. Я не ум. И человек это понимает. А почему ты так сделал? Потому что я христианин. Меня Христос коснулся любовью своей, чтобы я в каждом увидел образ Божий. Просветленный он, темный. Человек сам по себе должен отображать это. И вот мы едем. Вот это такая наша цель. Беседуем с людьми, с библиотекарями. Собирать людей мы не можем. Мы пытались сходить по квартирам. Трудно собирать. Но мы оставляем пригласительные библиотеки. Пишут они бумагу, что получили в дар. В дар подаренных. И кто приходит, они дают, что в нашей библиотеке 38 книг православного проповедника и так далее. Вот с этой целью мы попали на ростовскую землю. Раньше как называли? Вот родится ребенок. Кто крестит, он открывает и называется святцы. Не спрашивали, как называть там. Сегодня, говорится, в собаку бросим, Наташу попадешь. Ну, имена-то какие все? Женских имен 270 с лишним. А их сегодня в ходу не больше 25. У мужчин 750 имен. А сейчас Володя определенно. Сережа, Валера. Я сейчас назову тебя. Ну, не больше 38 имен. А возьмите, раньше было. Пожилые знают. Климентий Фремович. Кто это такой? Валер Симович. Ни Климента, ни Ефрема нет. Виссарионович кто был? Где Виссариона? А вот у нас старший брат у меня, Иоаким. А что это за имя? А у Богородица отец был Иоаким. Если бы она получала паспорт, она была Мария Иоакимовна, записанная. Я Игнатий. Следующий, первый брат был выше меня, тот Самуил. Это называл дядя у меня, они на фронт ушли, все погибли. В Макаре Филарет Эммануил. Это, ну Макар, все, не слышали то. Люди говорят, как пошел, куда Макар телят не пас? А то имя-то мы его встречаем не там, где надо. Филарет, ну а Филарет московский святитель, филаретовские чтения. Эммануил, Эммануил, Светлов, это Александр Менин. У меня книга, одна, 25-й том, это мои беседы с Александром Менин. И больше нигде в мире нет. Это как мы беседовали на магнитофон, а потом с магнитофона все перенесли сюда. Это, знаете, для вас, вы его увидите совершенно другим. Это в домашней обстановке мы раз за разом встречаемся. И такие вопросы, которые сегодня еще люди не знают, как правильно понять. Это был очень великий энциклипедист. Таких сегодня практически нет. Оценить его после смерти только смогли. Кто он такой? И вот мы желаем вот это сокровище дать людям. Вот это имеют они здесь. Теперь вот Зинаида, она написала, какая книга прошла. Допустим, отдельно 15, ну как 74 человека наши пришли через занятия в университете и стали верующими. Они ходили на занятия и уверовали. Господь им открыл. Иногда спрашивают, ну а почему он обратился? Как? Это тайны. А ты знал, что обратятся? Не знал. Я просто говорю. И одна девушка написала. Я, говорит, была кришнаитом, кришнаитом посещала. Ну, знаете, это разные такие. Была и у еговиста, подходит свидетель Егора где-то. Но сердце не удовлетворялось. Пошла в церковь православную, батюшка что-то читал, ни одного слова не знала. Мокрой ладошкой сказал, ты крещеная. И она попала на занятия. Мусы увидела там где-то объявление. И теперь она написала. У меня, говорит, вопросы были нерешенные. Ну, там семь вопросов, которые крайне... Я, говорит, зашла, а я за кафедрой стою. Вы, говорит, посмотрели на меня. И совершенно не по теме стали говорить, первый мой вопрос отвечаете. Второй, третий. Все мои вопросы в том порядке ответили, как есть. Это невозможно. Она мне говорит, а я даже в другом вере, неужели это так было? Она говорит, да, так и было. Я села, раскрыла рот на первой скамейке в университете. Сидела и слушала. Другие были, муж с женой уже шли. Мы, говорит, дорогой. Последний раз расторились. Решили разводиться. И вдруг увидели объявление. Зашли, и мы на нас взглянули, перестали о чем-то говорить. И сразу стали говорить о муже, жене, о семье. И они больше никогда о разводе речь не видели. Это Бог делает. Это не то, что я там колдун какой-то, или, говорит, экстрасенс. Я молюсь, этого близко даже нет. Я не знаю, что это так было. Я только на их слова ссылаюсь. Если мы верим Богу, Господь как-то делает так, что совершенно чужие люди, другой национальности, и они те будут слушать, будут искать. Нам Бог дал вот этот талант получить эти книги. Я издатель, я автор. А зачем они мне нужны? Поэтому я написал во все библиотеки, в Ростов-на-Дону, и отсюда ответы отовсюду пришли. Денег нет, финансирования нет. И тогда я принял решение бесплатно подоить везде. В начале библиотека Ленина, в Москве парламентская, историческая, и теперь центральные районы везде. Полностью прошел Тайский край, Омская область, Томская, Кемеровская, Красноярская. Во все районы. До Енисейска дошли. А по большим городам в прошлом году дошли, до Владивостока. Ночуем в лесополосах, где кто бы утром, где нужно нам было быть. У нас с собой все есть. И собака охраняющая. К слову сказать, собака, это недели три назад заняла первое место, ну, по той дрессировке, которая у них есть, чтобы она не бросалась на людей. Она не может быть злобной на выставке. Злобная это уже где-то. Но он выполняет все команды, когда нужно, что защитно-караульная или общая подготовка. И он с нами едет. Был в Тихом океане, думаем до Атлантического доехать. Вот мы приехали с этой целью, остановились здесь. Завтра мы выезжаем в Ростов-на-Дону. И когда называли по именам, то меня назвали Игнатьев, в честь ростовского чудотворца Игнатья. Ростовского. Я всегда считал, что ростовский чудотворец и молитву. Говорю, Господи, молитвами ростовского чудотворца. А здесь никогда не был. И завтра я должен пойти в храм, думаю, поискать, где его мощи. Это в 14 веке был. То есть я с Ростовом связан в самом Крещении уже. Никогда не думал. Ко мне приезжали сюда в детский лагерь из Ростова. В деревню, которую мы строим, там навозная куча. Из Ростова-на-Дону приезжали люди. А уж как тут. Так, дарь, может, какие-то вопросы у вас есть? Я говорю через переводчика, плохо слышу. Я говорю через переводчика, плохо слышу. Что интересует вас? Любой вопрос. Для спасения. Не то, что когда зарплату выйдут. Не так опомнили. Можно не работающие. Какую черту все-таки в человеке? Вы считаете самую плохую? Как? Вот какая черта в человеческом характере? Самая плохая? Хуже некуда. Это эгоизм. Это самое ужасное. Почему? Для спасения, я говорю, а вы запоминаете. Вот чтобы спасти, человеку нужно три ступеньки. Вот первая ступенька. Отвергнись от своего эгоизма, своего я. Господи, отвергнись с себя. Теперь, чтобы понять, как отвергнуться, ты должен узнать, а что такое я? А чего отвергаться-то? Из чего ты состоишь? Это твои вожделения, желания. Как ты встаешь, как ты ешь, как ты встречаешься. Из всего этого составляется общее фоно. И ты должен, там, где влечет тебя свое прихоть, прихоть исчисленное равное, отойти от этого. Отвергнись с себя. И не говори, что я так научен. Бог по-другому тебя открывает. Вторая ступенька. Возьми крест. То есть больной ты, слепой, никогда не рабщи. Это твой крест. Ты благодари Бога. Радуйся с Богом. Никогда не выказывай недовольства. Ты говоришь, а что нужно, чтобы не болеть? Я еще ни одной таблетки не съел. Вот, 74 года будет, 10 июня. А что, не болеешь? Не болею. Так что, болит? Болит все у меня. У меня руки выключены, как меня пытали. 13 дней в холодильнике держали. Там у меня бронхи полетели. Все. Это не болезни. Это сигналы Божьи, что скоро я тебя заберу отсюда. Это моя командировка на землю закончится. И поэтому никогда не стани, не рабщи. Господи, благодарю. У меня три голубятни в разных местах. Деревня здесь. Я туда-сюда лажу, на велосипеде гоняю. Возраст где-то застрял на 25 лет. Это внешнее, это хижина, это не я совсем. И третье ступень. Следуй за мною. Отвергнись в себя. Возьми крест, следуй за мною. А какое самое лучшее качество добыть? Самое лучшее смиренно-мудрее. У этого слова может быть даже не струнно. Смиренным быть перед Словом Божьим, перед Богом. Не надо разуме сказать. Допустим, я бы поехал. У нас же не все друзья. Ну поехали. А кому это надо? Представьте, у нас-то иконогарующие. Вот приехали. 4300 километров мы сюда ехали. И пока мы вернемся, рассчитывайте примерно 220 тысяч. И крусть 500 тысяч на заграницу. А у меня минимальной пенсии ничего нет. Вообще ничего у меня нет. Нет. Сейчас только гвозди там внутри загибали. Помогал Павел Николаевич. Они мне ногу там продирают. Подарили там сапоги, чтобы надел не старые скопки. Но Господь так сделал, что все у нас есть, и мы едем. Все. А туда, чтобы поехать, нужно подтверждение дать, что на каждый день 60 евро. Это закон у них такой. Я должен дать справку. И Бог это все сделал. Я сейчас дорогу ехал, рассказывал. Уже на бензин, уже достали. Уже 150 тысяч не хватает. Я обычно уже... Мы стоим 440 всегда. Всегда. А вот уже в 9 вечера, чтобы никто не звонил. Это личная жизнь наша начинается. Мы тут на молитве, все уже подготовимся. А тут я засиделся. Я в интернете много провожу времени. У меня форум, сайт, mail.ru, facebook, вконтакте, одноклассники везде. Приходится работать. Там новые люди приходят, и сектанты. И вдруг один заходит, как он ко мне, а он по телефону позвонил. А вы такой-то будете, да. А когда-то, это года 3 назад, я последние книги издавал и обратился, кто может помочь. Каждый том издать. 150 тысяч, тысяча экземпляров. Сегодня это 364. Такие цены. Это невозможно. У меня готовы мои стихи, 4 тома по 800 страниц. У меня 3667 стихотворений, по 9 куплетов. Они, ну, думал так, но все заготовлено, но издать мне не издать. И он говорит, я решил вам деньги дать на книги. Я говорю, книги уже изданы, они, деньги мне не нужны. Ну, что, совсем не нужны. Я говорю, на бензин. Так я и пошлю на бензин. А я и думаю, завтра мне деньги нужны. А вот вечером позвонил ночью человек. Я своим сказал, если у меня деньги будут, то мне не надо тысячи. Мне надо, самое крупное, по 5 тысяч, чтобы... Ну, дорога-то так. Прихожу в кассу, она мне по 5 тысяч все отсчитывает. Не только деньги, но и купюры те же самые. Вот мне нужно было издать, я сейчас не помню, 21 том. У меня дома несколько священников ночует. Я говорю, братья, давайте помолимся. У меня завтра наступает срок выкупить книгу. А у меня денег-то нет. А откуда будут? Да откуда же мне звонят? Я к Богу обращаюсь, а у Бога всего много. Ну, помолились, время позднее легли. Я говорю, после 9-ти ко мне не звоните. И вот, где-то в пол первого звонок. Первое чувство было, да еще и из-под одеяла, в холодную комнату вылазит. У меня сейчас на квартире, это домик. Думает, я же предупредил. Ну, ладно. Звонит. Мы слышали у вас церковь во имя Климента. Я говорю, это лагерь Климента Анкета. Это церковь Фонфима Никомедийского. У нас дядя Климент умер. С Сахрамен-то звонил. И сказали, что там молитва особенно слышно. А мы вам деньги переведем в Эстон-Авион. Вы получите их. И утром книга выкуплена. А вы не знаете, понятия не имею. Но для священников это был пример. А я не знаю. Не то, что я там рассказываю. Басню, у меня вообще связи никаких нет. Первую книгу вот издавал. У патрии вообще нет книга стихов. И вдруг, у нас одна умирает. Я ее наказал. Говорю, умрешь. Там на небе похлонишься Христу, Божией Матери. И найди Николу Чудотворца. А он подкидывал людям. Золотишко. Пусть бы он мне помог книгу выкупить. Вот уже сороковой день. И нас изводят. Ну что, да ничего нету. А мы-то думали. И вдруг, в этот день к обеду, человек заходит. Маленький черный такой сахвояжик у него в руках. Так, вы говорили, деньги тут. Я вам дам деньги, но одно условие, чтобы никто не знал. И я включил книгу. Маркер-экспресс такая газета идет. И напечатали. Говорит, помощь с того света. Я еще за четыре дня до смерти пришел. Я говорю, Надежда Павловна, ты помнишь? Она говорит, помню, мне рак был. Помню. И Господь так делает. Это не какие-то там басни. Вот это поддерживает веру. Мы не знали, доедем нет. Мы едем, дорогу ремонтируют. Да, дождь идет. И какие-то препятствия прямо. Как тормозит. Мы приехали вовремя. Павел Николаевич говорит, ну, наверное, за три дня доедете. А вы мне три с половиной потребуется. Точно за четыре с половиной. Четыре тысячи триста километров позади. Два шофера. А вот мы когда раньше ехали туда, мы в десять ложились, утром рано. И думали, кто отвалит камень от гробницы. А камень был весьма велик. Приходит, он отвален. Я к вам обращаюсь, как к женам мироносица. Чтобы помолились, и чтобы камень вот этого препятствия Бог удалил. Помолитесь. Он может чем-то кому-то дать. Взятки давать нельзя. Это преступление. Но книги во взятки не входят. Поэтому я могу книги давать. А книги-то не просто книги. Они, вот изданные книги, Новый Завет с полным толкованием, впервые за две тысячи лет вышли. И 240 иллюстраций цветных во весь лист. Мы сами раскрасили лучшие иллюстраторы Густава Доре. Николай, захвати хоть один томик здесь. А скажите... Здесь прям сбоку, посмотрим. Монашество когда началось? В каком веке монахи? Монашество, понятно. Вот вы хотите о монашестве, это у меня седьмой, восьмой том. Объясняется. С монашеством дело швах. От Немца рулась. Буга плохо. Его не было. Монашество с панофибейства началось. А от него уже Антоний Великий. Почему? Это был протест против обмерщения церкви. Когда церковь сделалась государственная, христианская, хлынули все. Почему? Выгодная должность иметь, как в партии люди шли-то. Как здесь чугарь-то? После обеда надо было прийти-то, говорит. К Бакару Нагульному-то пришел. А то я покажу книгу. Вот посмотрите. Вот это вот одна книга Нового Завета, третий том. Весь Новый Завет его с толкованием. Вот они. Это мы раскрасили Гюстава Даре. Видите, на какой мелованной бумаге. У нас черно-белая вся была. Черно-белая же была раньше. А она черно-белая. А сейчас, где желают они взять, все, только это наши люди. Я ходил по художникам, несколько лет искал, никто не мог. И вдруг нашелся человек, который показал, как это в интернетной версии делать. И все это сделали, посмотри, даже не додумаешься, что раскрашено. Все это лучший иллюстратор Библии. Видите, 240 картин, которые здесь, это вот он трехтомник, это третий том. Какие закладки, как книги сделаны. То есть, и не стыдно, но оно послано в подарок премьер-министру, президенту, патриарху Кириллу, епископам, 125 священников. Это мы все дарим. А своих, когда где-то кто-то бывает, покупают, хоть на бензин что-то берем. Это вот 28 том, открытый боком. Все книги разного цвета. Вот они есть, вот даже видать, видите как? Раз. Вот эта вот книга кристиного православия. Вот она тоже со светными фотографиями. Это у нас дети вышли из церкви. Посмотрите. Мы с нуля строим деревню православную. Вот она. Смотрите, как. Это не в том, что мы придумали. Это на самом деле дети вышли. Они на кристине одношкольном сидят. Это общая светская школа. Также учатся в университетах. У нас почти все с красными декорами учатся. То есть, если надо серьезно. Если врач, значит, ты должен быть на высшем уровне. Сразу ординатуру там какую поступают. Ну, какую картинку если не возьмем, это все наши фотографии. Посмотрите. Это одна из картин. Тут есть такие картины, просто фотографии просто уникальные. Посмотрите. на школьном крыльце сидят наши. Так эти наши картинки куда-то в них не берут. На журналы везде. Случайно узнаешь где-то? Ну, просто броска в глаза бросается. Видите, как одеты дети у нас? Там иногда зайдут мусульмане. Мы встретили мусульман, которые знают, говорят, это православные. Какие? Это же наши мусульмане. Они видят там одеты. А это вот крещение одна приняла, ее мама обнимает. Это у нас. Это старший воспитатель в лагере. А это патриарх Алексей Второй. Это наш епископ был и в Тихии домодедовский. Ну, это когда в зарубежной церкви объединение было. Показать просто. Видите? Это видно, да? Это в храме Христа Спасителя в Москве. Это вот патриарх Алексей Второй стоит здесь. Знаете, журналисты, охранники, атташе разные государства. А это девочка 13-летняя приняла крещение, а это ее крестная. Тут у нас снимков много. Отец Иоанн на снимках. Я сейчас даже может найду его здесь. Подождите. Отец Иоанн Суворов. Он у нас там был. Вот он как раз и стоит, батюшка. Отец Иоанн. Вот он. Видите? Это крещение. Это мой брат стоит в воде. И в воде в полное погружение. Вот он стоит и в ризе, и в воде. Вот Отец Иоанн стоит. Это мой брат стоит, одевает, встречает. А это венчание идет. Вот я им дал голубя, они голубя выпускали. Черный, белый. Эти картины такие живые. Это после крещения люди стоят. Размышления. Это я пробую говорю. Отец Иоанн. Отец Иоанн. Павло брат. Это у нас где деревня застроимая. Крещение каждый год. Мы до крещения бывает три года только готовим человека, чтобы сознательно принял. Потом ему даются два поручителя. Потом церковно-приходской совет решает его крестить или не крестить. Это рекомендательный статус. У младенчества не крестите? У младенчества не крестите таких? Крестят верующих. А тут показывают фотографии есть. А у неверующих зачем крестить? Отец Дмитрий Смирнов помощник патриарха говорит я крестил крестил никого нигде нет. Прекратить это все. Это ничего не дает. Крестить надо только там где думают детей учить. Отец мать верующий ходят в храм вот тогда все на месте. А если они не думают что выпивка лишний раз выпить только. А вот скажите дохристианской веры как он может прищищаться если не крещен он не может прищищаться ребенок дохристианской веры допустим у нас какая дохристианской веры какая вера была дохристианство в России изначально это равноверие вот это Левашов то умер внезапно Николай это все из этой серии кто это такой Николай Левашов то никто не знает я ссорю этими словами вам не знать не надо это академик такой был он там фотографируется с Рокфеллером это все заслано доказать что язычество которое князь Владимир отверг что это хорошо это лучше через огонь там они прыгают он академик сейчас он с одним глазом был и вдруг внезапно он умер и показывает как его в гроб кремацию в огонь 760 градусов христианам это не положено у них там ничего нету кроме ада вы посмотрите как умирает Ян Кроштадский Серафим Саровский это встреча это радость и монашество возникло как протест все обмерщенное и они решили тогда вкусы но это не выход выход один когда Господь допустим вот хозяин он уезжает у него хозяйство то самое последнее наказ он забыл сказать вы не забудьте там коня накормите на поте когда Христос возносился он наказал людям идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет Евангелие от Марка 16.16 вот это самое главное чтобы мы шли и говорили другим о Христе монахи наши виноваты что мусульман больше чем православцы аминь а? конечно да потому что они попрятались в пустыне в пещеры надо идти монополедом монахи шли люди не худшие шли лучше они их таких искали это герои веры как без таких гостей делал это были герои но они уходя за стены монастырей не давали потомство но они же не жнат и они уходили в песок и там где были монастыри египетские там ничего нет там мусульманство а представьте у Антония было 11 тысяч мужиков монахов 11 тысяч это дивизия были поселения из этих монахов по 50 тысяч да представьте это пишет Андрей Кураев слышали? ну знаете в 632 году Мухаммад это Магомед умер за 6 столетий ни одного проповедника не послали к ним туда а налоги брали и встретились уже на полях сражения он проехал места вселенских соборов и даже свечу нельзя затепить везде такие взгляды злобные никого не послали а если бы они были христиане представьте Татарстан наш Казахстан православный что мы не наделали это все монахи все мусульманство в 2 миллиарда это были бы все православные мы сами себя обрекли и главная вина монашества им это не нравится ну докажите что не так я беру 7-8 том у меня написано из 12 томов все это выбираю и в кавычки в кавычки взят ни одного слова не добавлено а что нужно было делать идите по всему миру идите и проповедуйте евангелие вот мы поехали до концов вселенной написано когда придет антихрист это 3,5 года самой скорби на земле будет 3,5 года ему царствовать евреи над всем миром один царь будет из колена данного и тогда будут люди ходить от моря до моря ища где послушать но нигде не найдут мы опережаем эти события и от моря до моря от океана до океана идем чтобы людям дать знать где везде оставляем везде оставляем свои визитки сайт в форум можно заходить и получить богатство от нас не зависит как примут не примут есть евангелие от Матфея в новом завете первая книга и 22 глава Господь ну там притча притча это как иносказание вот он посылает своих рабов и говорит идите пригласительно у моего сына брак венчание никто не пошел одни пошли на поля другие пошли валов испытывать то есть машину купили лошадиные силы свои третий говорит а я женился а иные схватили их прибили разбили голову и они их погубили вот это вообще непонятно и тогда он посылает других и говорит идите по изгородям по канавам всех соберите слепых хромых убогих и пир наполнился возлежащими придут не те кого звали это нам кажется батюшка красивый одетый ян златоуз говорит так большая часть священников погибает вот если священников шестеро это пополам это они не равна большая часть из них четверо будут в одну поэтому как мы должны любить священников помогать им чтобы они правильно это не я говорю это ян златоуз говорит серафим саровский слышали все он молится три дня и три ночи и просьба целенаправленная о русских священниках архиереях ответа нет как он ответ получал я не знаю мне вот допустим просто я чувствую я не слышал ни разу голоса ничего не слышал ну просто я чувствую что надо делать побуждение как внутреннее обратить внимание на этого человека вот я послышал два раза его голос по телефону и дорога спрашивает а кто он такой я ему даю характеристику ну я всю жизнь работаю с людьми с заключенными 17 лет в тюрьме после освобождения я там был знаю этот контингент с детьми он услышал голос написано и заговорил бог и кавычки открыты кавычки это прямая речь господь отвечает не пощежу и не помилую как будто у русских ни одного священника нет спасенного но это современник Пушкина это не сегодняшний но мы видим какое положение сегодня людям нравится когда говорят они хорошо а это не совсем хорошо у тебя что-то болит ты пришел к врачу а врач тебя погладил сказал ну молодец хорошо ну давай я там помажу тебе что-то когда помажешь когда я есть не могу у меня пищевод засоренный у русских тяжелое положение и когда он так сказал а это написано на стольной книге священнослужителей 3 том 601 страница я им называю где первая строка сверкну как будто ни одного священника нет а что делать покаяние принести за упущенное за то что не учили за то что народ упустили а народ такой доверчивый вот мне одна пишет она свидетели Еговы Егову хоть проповедуют ей 84 года бабушка инвалид второй группы и она пишет в клеточку в каждую строчку по глазам инвалид и пишет писарным ровным почерком и она мне в одном песне 70 с лишним мест с Библии ссылку сделала и она себе пишет говорит ну я звать Агафья она говорит я к батюшке подошла отец Трофим вот я считаю Евангелие не понимаю а зачем тебе это надо ты ходишь в церковь хожу ну ты причащаешься да после соблюдаешь соблюдаешь ну зачем тебе это надо знать проходит время она опять батюшка я прочитала Евангелие а вот не знаю как ты то ли сектантка какая тебе же сказали тебе этого не надо еще надо я тебе скажу и вот однажды к ней кто-то звонит она открывает две приятные девушки хорошо одетая мы к вам пришли мы Библию изучаем вы не хотели бы Библию изучать так Бог же вас послал то все иконы порубила крест сняла стала яговисткой это на душе батюшки она готова и была батюшка ну оставь своим бременатом она пришла к тебе сядь рассуди вот она евангелие вот она толкование это мои проповеди в храме здесь все все абсолютно у них то этого нет почему мне это надо идти проповедовать ведь я иду по городу завод фабрика даже отелье ни одного места нет где бы я не проповедовал прокуратура КГБ везде Бог открывает двери ни одного священника там нет но за мной они гоняются почему а когда спрашивают о папаха монашесть я говорю как и есть по Библии вот так вот священник ну подойди сразу руки лодочкой благословиться батюшка махнул рукой и ты благословленный афеофан затворник слышали такого и он говорит Бог батюшка говорит я благословляю а Бог говорит я не благословляю еще сбудется кого ты благословляешь то куда благословляешь то он на ворье идет ты посмотри с кем он знаете какое тебе благословение ему палку палкой надо стукнуть было твоим жезлом в руках то держишь чтобы чувство привести и Библия это говорит священники вы благословляете а Бог говорит я проклинаю ваши благословения я проклинаю Бог говорит я проклинаю книга Малахи 3 глава 1 стих почему в церкви это не считается они не считают это не слова что не надо подходить к батюшке надо надо но только Бог говорит об этом что не всякого я благословляю вот он человек пришел купил свечи купил свечей полную вот такую охапку и все бабки от нее как будто корабль идет свечи там купил ему поставить помогают и только одна хариска Нина знакомая подошла мне и говорит а вы знаете откуда у нее свечи они сегодня ночью два мазазина ограбанули и он сказал что если удачно ограблю в церкви приночу сто свечей поставлю они перед ним уже все там это варье оно не пойдет к Богу Богу нужен труд копейка одна вдовица положила две лепты и она говорит пропитание положила ты никогда не считайся что для Бога много сделал а за что Бог проклинает послушайте внимательно я говорю а вы знаете что такое благословение проклятие ну благословение это все корова приносит жена рожает дети тебя любят в огороде все благоухает а проклятие все засохло жена неплодная ну и все остальное а где начинается благословение в Библии не знаете вы хорошо запомните первое благословение Бог дает по Аврааму и говорит благословляющий тебя благословен будет а проклинающий проклят никогда евреи не проклинайте евреи не проклинайте там ни Березовского ни Ходоровского никак, ты помолись, Господи, обрати их чтобы они не грабили народ, все же отняли уже ничего нет, все в Израиль перегнали Господи, обрати их дай им совести, ну пусть поделятся с нашим награбленным, не проклинай проклятие еврея даст тебе проклятие, не ему это Бог сказал а остальных можно что ли? а про остальных не сказано, никого нельзя проклинать но про еврея определенно сказано Авраама и дальше идет люблю я евреев, не люблю, это твое дело Фридрих Барбаросса наказал последовательно никогда их не трожьте, Гитлер нарушил эту запад, где он? Сталин все для них сделал и поднялся против как говорят, отравили процесс врачей-то был Гитлера, Сталина нет, а евреи набрали такую силу что сегодня уже весь мир перед ними трепещет вот и все, довоевались скажите, а Иисус еврей же был? а? Иисус же еврей был еврей вот это и оно поэтому еврея не проклинай Божья Матерь еврейка Богородица еврейка апостол еврея ты сам думай апостол Павел говорит великое преимущество быть иудеем во всех отношениях она и паще в том, что им верено Слово Божие мы Библию-то получили от евреев апостол это евреев пророки евреи а почему? ну Бог так сделал, почему? почему корова доится, а ну и дальше назови ну не доится собака же ну и все а почему? тебе не надо задавать вопрос Бог так сделал вот береза растет не одной череши нету а череши вот она растет отдельно Бог так назначил и последнее проклятие чтобы не быть проклятыми под это многие попадают Господь говорит хотите быть благословенными? платите десятину священству десятую часть от всего заработанного десятую со ста рублей платите десятку десятка девяносто тебе а она эта десятка тебе не принадлежит Бог говорит ты работал а я тебе свою приложил и ты пойди ее отдай и Господь говорит вы обкрадываете меня народ спрашивает чем обкрадывать? Господь говорит десятиной приношением если вы будете жертвовать десятину для священства я не священник я не прошу Бог говорит открою небо и залью всю благодать на вас у тебя в десятки раз будет больше всего проклятием вы проклятый Бог говорит что вы обкрадываете меня Бога чем? то что не платит десятину я это узнал с первого дня я вот говорю людям иногда они говорят я вот услышал в 62 году а у меня такая ревность Богу послужить я себе работал на корабле учился в марифонном училище высшем на штурман я подумал Господи мне так охота Божью любовь завоять я буду платить не одной десятину а девять сто рублей заработаю и 50 лет прожил в этом настрое поэтому я все время на двух-трех работах вот заработал 190 на дело Божие а на какое дело Божие? вот куда? я уже сегодня вам объяснял ну я люблю поясняю дело Божие состоит в том там где явно Бог вот в прошлые годы трудно было достать Евангелие вообще невозможно мы узнали где их издают подпольно и мы туда жертвовали а на Евангелиях ну знаете написано продаже не подлежит ну это не с неба деньги свалились это наш труд там был тысячи людей получили Евангелие когда меня арестовали каждый раз все забирали а брат при все забрали вот я стою в церкви молюсь и кто-то сзади толкает оборачиваться нельзя я не оборачиваюсь он меня в руки толкает что-то я взял в руки ну чувствую пакет большой какой-то молитва закончилась я оборачиваюсь нигде никого нету приношу домой книги книги те которые у меня забрали забрали но это только другие книги полностью словарь дали все не божественные книги а классика и люди кто дали я по сегодняшний день не знаю вот и все ты Богу доверься и Бог так сделает ну думал я что я буду издателем вот этой книги вот толкование я ее нашел первый раз в Клайпеде корабль стоял там я познакомился с одним человеком он из староверов был я сейчас себя помню мне 23 года без этой фотографии есть а у него две девушки там 17-18 лет я любил косы а у них косы кажется до колен русые и я их не вижу я пишу конспектирую они там раз пройдут другой он меня старается отвлечь бесполезное дело я тороплюсь скорее корабль уходит до 24 главы успел дописать я забыл где я нахожусь и только потом через год уже в Новосибирске я его найду эту книгу и дальше я законспектирую потом я ее перепечатаю и по ней я буду вести занятия в университете но это конспекты а уже полностью теперь я ее сам издал вот три книги полное толкование с апокалипсисом с откровением а кто откровение откровение собрал Геннадий Фас это Менонид Немец в моем доме обратился преподаватель Томского университета а теперь он закончил семинарию академию аспирантуру и магистр богословия вот как раз он всех святых отцов собрал проработал сюда вложил вот этот трехтомник который мы привезли желающие могут приобрести но профессор Осипов а? профессор Осипов вот ведет лекции я знаю Алексей Осипович в прошлом году я разговаривал с ним вот когда вот эту книгу вот она состоит вот сегодня я показывал 40 лет я собирал материал тут и Осипов может быть помогал а о чем речь идет первая штука и Слово Божие дальше о молитве все сказано дальше о покаянии о церковной дисциплине к истинному крещению об исповеди о священстве о церкви о посте о милостыне то есть все абсолютно для спасения взято эти материалы у меня издавались полгазеты как сказать газеты газета университетская издавалась 999 экземпляров главный редактор мне знаком а я вкладыш а вкладыш 25 тысяч я оплачу и моих эти материалы я Осипову отсылал все до одного одобрил ну просто по высочайшей шкале а в прошлом году отец Иоанн ему отвез и подарил мне в позапрошлом году когда огня была ему подарил эту книгу кстати Люба племянник Осипова в среду приезжает да сюда? так что у Осипов тут не чужой человек агнюшка замужем за него агнюшка замужем за племянник я скажу что мне не нравится Осипова не нравится даже внешне и то что он бритый 75 лет и в галстуке галстук это масонский атрибут а бритый бритый это язычество язычники стараются продлить юность вот я допустим с бородой и обязательно это все связано с женщиной вот выходит проводиться а че ты как дикообраз зарос с Серпием я стою а что как вас жена до себя допускать я знал что это она скажет потому что вот это называется гудоейная идея с гудом связана я говорю скажите а вы верующие? да нет а вы любите ну да посмотрите на фотографию у меня такая чучить видна ямочка где рух и вот все у Марца я говорю у Марца у него поменьше такая бородка следующее за ним Ленин клинышком устали надеялся а у Клющева даже на голове нет вот и смеялась я говорю скажите теперь почему у вас бороды нету так я женщина я мужчина это говорит о том что у меня все гормоны работают правильно всяких адреналинов у меня хватает у меня нормальная борода все они замолты заулыбались теперь с ними разговаривают у нас ребята вот видите какая борода он учитель и в армии был с бородой мы не прикасаемся у нас без бороды он будет стоять в коридоре пока не будет борода до крещения никого не допустят все кончилось под священники знаете да вот некогда народ учить отец таким рассказывает где это я не знаю где-то в монастыре его знают там ну и исповедников там человек 200 в раме много на исповедите а завтра пощищаться ну отец таким помоги не успевай ну отец таким вышел мой брат так ты вот все на исповедь да на исповедь но вы знаете что я прославный батюшка да мы узнали много хорошего слышали но они не знают что он сказал так кто пост не постился этот отойдите в сторону исповедать не будут их восемь десяток наверное ушло дальше вот я вижу кто-то бритый бритых я даже исповедовать не буду пока бороды не будет мужики все отошли осталось человек 15 а теперь я исповедую время есть потому что все основное в грех ну ты пошел за Богом ну что ты хочешь язычники они не верят что есть воскресенье и звезд они стараются быть благообразными ты обреешься дойдет на 20 ты 10 моложе будешь а мне не надо у Бога ценится мудрость мудрость приходит с годами и признак старости бородок поэтому у христиан другой настрой вот я вчера рассказывал и сегодня тоже у Владимира Ильича Ульянова Илья Николаевич отец был инспектор на тазване генеральское и он сидит его кажется 5 человек инспектора все дадут бородами дальше стою с борьбы за освобождение рабочего класса Владимир Ильянов там бабушки все сидят 7 человек все дадут бородами старшим 30 лет давно ли это было? ну сейчас посмотрим молодежные коллективы и я говорю то что в любой книге о Ленина не найдете приезжал Фидер Кастров он никогда не влез он такой как есть это Бог так создал я знаю что не всем нравится ну ты один раз так перетряси скажи зачем я скоблю себя зачем я порчу да ты даже не знаешь каким ты должен быть скажу что борода никого никогда не делала хуже никогда вот я в Москве был они говорят знаете мы работаем на таком заводе там радиоактивный я говорю тем более это предохранительный сколько тут запутается электронов наоборот вышел отряхнул я ни одной секунды не трачу на эту на бороду она какая есть я однажды состарился там когда борода вырастает я на этом месте засох а сейчас которые встречаются они там все это бреется да кого не стареете я говорю а что стареет я один раз составился когда борода отросла а вот вы измените зафиделя я слышал он это другое почему он бороду не бреет что повторите зафиделя почему он бороду не бреет когда он в свою партию вступил и он сказал пока не будет мирового это самое паралитата я как бороду не здоровье а его-то нет но пускай даже так борода хорошая это Бог дал так вот он чтобы быть говорит мужчиной нужно быть мужем жениться и иметь чин какой-то и Бог это дает если православные я не знаю кто я никогда не спрашиваю какой веры я должен возвестись вы просто выберите время пораньше придите в храм божий где бываете в один храм другой и пройдите по иконам вы найдете только двух безбородых Пантелеймон и Евангелесиан им лет по 15 все с бородами все до единого Иоанн Кроштадский царь Николай ну кого бы ты не увидел Серафим Саровский апостол все с бородами нам зачем говорить это вот я о Босе речь-то завел не надо это а галстук я кого не спрашивал ну вот идут ребята я говорю давайте по порядку спрашивать в университете зачем галстук красивее а что красивее это когда пьяный ползешь собакам хватать ну что красивая тряпка она тебя не греет удавка на шее ты тебя любой сейчас затянул и все зачем скажи когда она возникла это масонский знак заметь Гитлер в галстуке Горбачев в галстуке одинаково противоположие Труман в галстуке это мировое сообщество масонов а вы не знаете ребятишек приучаете к этому нам дан крест нательный говорящий о любви Христовой Христос меня любит поэтому я ношу этот крест он дан мне символизируя о любви Божией и тут услышал один раз Серафима Саровского спросили говорят вот ты сделал это так а почему и мы не можем он говорит решимости не хватает решимости я вам говорю молодым людям вот знаете в войну были такие исследования я маленько отвлекусь тут сказать бывает так командира застрелили ну остался капитана нету а лейтенант засел и вдруг в атаку выскочил сержант первый это все подметено и теперь начали исследовать а почему именно сержант а не лейтенант вышел какие качества у лидера должны быть запомните у лидера должно быть 6 качеств 6 лидер обладает 6 качеств это уже исследовано номеров первое по порядку воображение ты должен вот прежде чем поселиться здесь так мы будем жить вместе все это загородить надо эту гору надо скопать это надо трактор достать деревья я посажу здесь земля не очень плодородная но все таки розы будут расти он должен воображение родственники будут надо будет дом построить воображение все второе знание качество я должен из книг это все нужно знать как это делается как городится я беру маленькие а это можем беру масштабе взять третье это умение одно дело знать вот нам потеряю один просится и говорит у меня два высших образования но я ничего не умею делать у него там экономически исторически у меня нет высшего образования но я любую строительную работу беру сам себе сделал я печник 40 лет был мне не давали я прорабом работал и поэтому когда уверовал меня отрубили и на этом дальше я не пропадал людям дальше строил плотник столяр стекольчик ты всегда с хлебом и тебя везде ждут значит три качества воображения знания умения четвертое качество решимость решительность ты должен быть решительным вот так начать да вот нету решительно беру участок мы деревню вот оформили получили статус учителей где меньше 200 учеников школу закрывают а у нас 15 учеников или 12 да и школа открыта учителя государственные свои должна быть решимость вот этой решимости не хватает сергей пятое шестое качество некоторые его оспаривают это беспощадность если ты решил довести до дела должен быть беспощадным а к чему к разгильдяйству к недержанию слова мы договорились мы договорились и вдруг я приезжаю ничего не готово ничего не сделал ну вся команда остановилась дальше поезд не идет беспощадность я его исключаю из числа и больше нет вот в Америке это очень развито очень развито маленький пример маленький пример просто на этом приехал туда русский ну его узнали я могу работать в мясном работу ну его поставили ну начальник приехал как дела отлично идут все хорошо прибыль посмотрел нормально открыл холодильник а это что у тебя мясо не продано это я себе оставил ну а ты заплатил вот еще я торгую и заплатил да я тебе наторговал сколько а как ты наторговал мясо-то пришло там все это каким сортом-то третьим а я по второму по второму сорту пустил а кое-что первому хозяин так ахнул да как же ты посмел мясо-то не первого сорта было он давай обзванять всех тут ошибка произошла вы придите мы деньги вам заплатим а этот глаза вот такие вот ты что делаешь я тебе такую прибыль создал он говорит последний день завтра ты мне не нужен решимость и беспощадность и поэтому там документы такой роли у нас документ это не играет сказал слово и не надо документов и последнее шестое качество это привлекательность привлекательность тебя нету ты уехал но ты все время в центре событий я их не подавляю они полностью делают что надо но я в любой момент знаю что в лагере делается что где занятия в деревне почему потому что это мое от сердца исходит и они эти люди жаждут снова встретиться и ждут когда мы придем эта привлекательность очень трудно добывается вот мы около находки там Фокина ну женщина тут я скажу даже на кого похожа на Зинаиду примерно такая она на фотографии стоит и вот провожая первый раз встретились а можно я вот под руки вас возьму сфотографироваться а мы выходим напротив меня библиотека чтобы видно где мы были я уже уходить она еще меня за руку а можно я вас поцелую так ахнули а я ездил у костра здесь все пятнами обожженный весь я ехал дорогой только и ахал вот что Бог делает как смотреть то там боязно дай я тебя поцелую я этот снимок сфотографировали я поместил в интернете вот шесть качеств воображение знание умение решимость беспощадность и привлекательность вот тогда вот это дело пойдет это должен каждый священник иметь у себя не подыгрывать вот у нас если он нарушил бороду там 1 полного затронул пока борода не отрастет он уже внутрь храма уже не заходит он стоит в коридоре вот пост нарушает на 2 года опущено да у нас церки очень строго строго по правилам по нашим православным мы ничего не придумаем это наши православные правила каноны которые так повелевают а что ж Батюшка кем меня приглашал тогда а что ж Батюшка Кем меня приглашал а так за колючей пока борода вырастят Потому что, понимаете, истина дороже всего. Это не нами в основном. Я уважаю, допустим, человека, который занимает высокий государственный пост. Но к нам он приезжает, это не в деревню, а в храме. Звонит епископ, и он говорит, я с тобой привезу семинаристов. Ему сразу сказали, если они у вас бритые, буду стоять в коридоре. Вот и все. Это правило. Но однажды мы это взяли на себя, и все это уже знают. И у них там как попало, нет. Это очень серьезно. Но это у вас-то. Ну да. А вот у нас в городе как? Ну как? Ну как вот. На священника начинать. Мы тоже с нуля начинали. Торговли нету вообще. У нас торговли никакой нету. У нас нету ни закрещения, ни замечаний, ни копейки, ни батюшка. Не имеет права брать в исаду. Но у нас-то берут. Я поверю, так, но у нас десятина включена. Десятина. Ты можешь две, три. Вторая идет на статиста храма, третья на нищих. Это ты сам от себя священнику обязанно действительно отдать. А он не отдает. Мы с ним расстаемся. Проклятие. Это проклятие, которое от него пойдет на нас. А они на джипах ездят. Не надо думать, что священники ничего не будут, не поймут. Не поймут, а один не поймет, другой поймет. Ну я работаю с священником, я знаю. Я вот в Москву приезжал, однажды было. Тайно ночью два епископа пришли. Епископы ночью тайно. Ну опасают. Раз все огонимые властями, как бы их не засыпили. Ко мне приходят там архимандриты, там приезжают священники. Как Никодим ночью. Их чтобы не узнали. Ну ничего, пока тайно, а потом уже пьяно. Спрашивают, а почему ты не священник? А вот потому. Меня не до что взять. Я растрига никогда не буду. У меня митрополит и все, я уже давно епископом был. Но я никто, я самый маленький внизу. Но я для них не уязвим. Он меня, что бы ни сказал, а я тебе лишу работы. А я ее давно оставил, я на самом низу. А я у тебя от нему, уже отняли. Ты тюрьмой пугаешь, что я в тюрьме сижу. Он ничего не может сделать. И поэтому они отступают. Я смело говорю начальнику тюрьмы, прокурору края защиты от прав человека. Я прихожу, пишу и пишу. В ООН, в ООН, там Горбачева писал. Как нужно делать правильно? Да тебя там они там... Ничего они не сделают. Там тоже люди. Они понимают, что я хочу добра своей страны. У меня в горком партии. Вы писали, Горбачева? Писал. Ну а дальше начинают разговаривать. И никаких преследований за письмо ни разу не было. Нигде. Я и писку поварил. Патриарху писал. Ответа нет. Но преследований за это не было. Зачем ты думаешь? Ты доверься Богу. Вот мы сейчас едем. Да представьте, у нас все. Мы так трудно доставали паспорта. Так трудно было открыть визу. И вдруг загрузились. Доехали. Подъехали, нас не пропускают. Но мы заранее на это настроены. Они не пропускают. Мы пытаемся. Нас не пропускают. Мы заворачиваемся через Украину. Там попытаемся на Польшу выйти. Это не Белоруссия. Там не пропускают. Мы снова выходим. Пытаемся через Латвию. Лишь бы в одно государство Шенгенской зоны войти. Не пропускают. Все кончено. Три попытки. Мы возвращаемся в шахты. И начинаем по Ростовской области работать по Краснодарскому краю. Воронеж. 110-130 городов, сел. Должны пройти нынче. И до свидания. А как уж Бог даст. Мы ничего не знаем. Я знаю, что мы молимся и за нас молятся. Вот мы здесь переночевали. И теперь все мое время молимся. Благослови Господь и всех, кто пришел. Вот мы начали, тут я вас не знаю, поэтому про себя молились. А уходя, мы можем вот сейчас. Давайте помолиться. На голову надо женщину надеть какой-то тряпочечку. Написано, что жена, молящаяся с неполвением головы, постряжает свою голову. Потому что это православие. Православие это строгость. Это целомудрие, чистота. Это объемность. А секта это целомудрие. Один стих не рвает. Кто там плачет? Вопросы? Не знаю. Да вот я хочу. Подождите, что-то хотели сказать. Скажите, а патриотизм, россиянин, отношение к флагу, к гербу? Я расскажу. Хорошо. Я начну о флаге. Слово патриотизм, хорошее слово, но оно к делу не относится. То у вас здесь Шолохов был? Да. И он в Тихом доме говорит. От каждого червивого котелка за версту воняет патриотизм. Это его выражение. Теперь разбери, о чем там сказано. Патриотизм, а небесно патриотизм отознает отечество. Любовь к отечеству. Не гробам здесь, к небу. Будь патриотом. Я вам скажу, я на кораблях работал. Я знал все флаги мира и государств, которые имеют выход к морю. Ну, там если среди какого-то континента не имеют, то я корабли тех не видал. Лучше российского флага не было, никогда и не будет. Он вненациональный. Вот российский флаг это красная полоса, синяя в равной степени и белая. Я это доказывал везде. Вот спрашиваю, допустим, я веду занятия в милиции, краевое управление милиции. Сидят офицеры, у каждого нашивка. А что означает? Ни один генерал, никто не отвечает. В прокуратуре. Все работники прокуратуры, начальник генерал-лейтенант. Никто не знает. Ну, это Петр Первый, это был торговый. Что означает каждая полоса, спрашиваю. Они не понимают вопроса даже. И что означает? А я вам отвечу. А вы опровергайте. Этот флаг годен православным, мусульманам, буддистам, всем национальностям. В любое время, во времена Христа, во времена Антихриста на сегодня. Капиталистический, социалистический флаг этот не национальный. Когда на нем ничего не нарисован, только три полосы. Почему? Все во всем мире верят, что земля пропитана кровью. Как писатель и поэт Мискевич говорил, от коры до земного шара, до центра пропитана кровью. Жена рождает ребенка в кровях, мы все в крови рождаемся. Вот это красная полоса крови. Война и умираем в крови. Земная наша жизнь. За все бьются, все с горла перервут. Это вот красное, все кровью залито. Ну так? Это мусульманины-то знают, взрывы эти, эти шахиды, все. Это все в мире знают. Первую полосу я вам показал. Вторая. Синее небо меня так манит, зная, что там мой Спаситель Христос. Желание синевые, вот как у вас рубашка, это как эти, вот втули у вас, это говорит о небе. И небо синее над мусульманами, тысячу лет назад и сегодня. И когда трудно, все поднимают взор туда. Будь ты египтянин, будь россиянин, будь монах. Вторая полоса показывает, что земная жизнь кончается и думай о небе. И третья, белая. Это 20 глава, 14 стих апокалипсиса. И увидел я великий белый престол, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. То есть это суд Божий. Суд Божий будет, ну как писал Лермонтов, есть Божий суд на перстике разврата. Есть грозный судья, он ждет. То есть мы предстанем, вот это, мы родились в кровях и умираем. Дальше думаем о небе, стараемся, идем в храм, поднимаем взор. И дальше после смерти великий белый престол. Лучше этого флага не было никогда и не может, его не может быть. Разные полосы вертикальные, разных цветах что-то. Штаты Америка, Волнистая, там, Владычество Марии, Великобритания. Это все земное. Российский флаг показывает земное и небесное, и суд Божий. Вот почему равного, это не потратили. А когда же его придумали? А? Когда его придумали? Время Петра Первого. А его там меняли несколько раз там Андреевский, все, не в этом дело. Дело в том, что этот флаг, дар Божий. Что русским он дан, чтобы все нации мира могли присмотреться к русским. Что это такое? Я когда объясняю, это представьте, сни военных. Вот за мной приезжает военная, кинотеатр полностью забит военными. И чтобы я перед ними сказал слово. Я говорю об этом. Конечно, это как-то. А нас спрос будет за это. Имея такой флаг, видя все это, и мы вели себя хуже тех, у кого этого нет. Теперь относительно германии. Это чудище никому не нужно, двуглавое и прочее. Отрубите голову и бросите. Вот и все. Скажите, а еще вот, когда советский герб, вот он очень напоминает мусульманский. Полумесяц, звезда. И вот когда Ульянова принесли на убеждение, там еще крест был в виде меча. И ульянов крест сказал, да, говорит, нам меч не, ну и мы, может быть. И вот полумесяц серпа молока. А вы объясните, что значит полумесяц? Какой смысл в мусульманстве полумесяца? Откуда взялся? Я не знаю. Я за вас отвечать не буду, я вам один вопрос задаю. Кто ответил? Не знаю. Ну ладно. Дело в том, что у меня хорошее отношение с мусульманами. Я вот переписываюсь, она мусульманка, преподавательница в университете теологического факультета. И она мне пишет, она по-другому не говорит, отец Игнатий, скажите, учитель, скажите ее отношение. Вот как мужчина должен в семье относиться, как в воспитании детей. Я ей все места писания выписываю, и она завтра своим ученикам, она ходит, своих студентов, водит в монастырь женский, православный. Мусульманка. Мусульманка. Я ей послал вот этот трехтомник есть. Она удивительный человек. Я говорю, а как твое имя-то переводится? Она говорит, собеседница. И мы сейчас договариваемся, чтобы она собрала Баку, Азербайджан. У нас, вот она выписывает из Корана, а я выписываю ей из Библии. И у нас, вот у меня один том здесь у них, а у них зеленый свет на всем. У меня поэтому книга зеленого цвета. Я разбираю весь Коран, пасура моя, я там, весь Коран. За 1300 лет, что о мусульманах было сказано, у них в комнате эта книга. Я с мусульманами говорю, как с православными. Я просто знаю, о чем говорят. А что месяц обозначает? Пусть объяснят. Да, кто знает. Подождитесь, один вопрос. Раз вы напомнили, не я этот вопрос поднял. Нет, ну нам интересно. Дальше, смотрите. Ну, это из легенды, это не из Корана. Возникновение мусульманства. Как с ними беседовать. На какие места Корана сослаться. Это все у меня там написано. Мусульмане, а они свои веры не знают. Такие же, как православные. Спрашивают, а можно ли жить с мусульманами в мире? Два варианта. Конечно, по-человечески. Одно, что они будут знать очень хорошо свой Коран, а мы хорошо знать Библию. Тогда будет у нас мир. А почему? Они нас всех вырежут и будут жить одни. Понятно. У нас, нам дано право умирать. Ему дано право убивать. И поэтому, и ты так согласен. Я с этим согласен, и с первого дня. Почему? У него Коран. Пятая сура, двадцатая аят, прямо об этом говорится. А кого? А, кто свое и с ним. Он мусульман, это называется люди книги, писания. Они нападают. Лишь бы они были покорны, платили налоги. Меня спрашивают, а мы считали, говорят, что у мусульман в Коране написано, христиан убивать не от этого там. Этого нет. Но так как православные воюют с ними, им дано право дальше. Зачем Чечне улезут? Зачем в Афганистан пошли? Другая страна, другой менталитет, другая религия. Ну что, удержали? А вы знаете сколько? 14 тысяч 700 человек оставили там. Не считая там почти 47 тысяч покалеченных. Нам в Афганистан нужно, туда царь не лез. А что там делали? Приезжают, они уважали то, что там ничего не было. Про них пишут в Хабуле. Ну, послали там район. Выпили. А ты знаешь, мусульмане не пьют. А пошли по бабам. Мусульман по бабам. Ну, они в село. Открывает первый сок. Она его серпом как рванула, ему кишки-то сразу выдернуло. А теперь из миномета пошли долбить все село. Да ты же пришел к ним туда. Кто тебя туда звал? У тебя своя родина, там разберись. Их не надо винить. Надо разобраться еще. А если бы им говорили о Христе, они были бы христиане. А мусульмане приходят, каются, делаются. Это прекрасные люди. Магомед был один из лучших пророков. Он был очень любознательный. Это была сильная, крепкая личность, харизматичная. Ну и как к нему относились? Он ничего христианского-то, там, когда писал, Марьям, когда пишут об этом, что Христос не умирал. Откуда он взял это? Христос не умирал, значит, он не воскресал. Мы это с этим никак не можем. Христос воскрес, я не могу тогда сказать. Воскресения нет. Поэтому с мусульманами я сидел в лагере, когда меня направили в Жанатас, чтобы я не имел влияния, чтобы я был среди мусульман, другой религии. Я там отбывал. Я их знаю, ну, не за глаза. Ко мне подходит один казах, это Казахстан. Ну, я хочу вам вопрос задать. Скажите, он мусульманин, слабенький. А с чем вот филиокла, почему она появилась у мусульман, у католиков-то? Вот это вопрос. Это ни один, может, священник не задаст. Я сразу по-другому на него звенул. Почему они молятся, мы их же от отца исходящего, а они от отца и сына. Это филиокла, фили это сын. Это спрашивают мусульманин. Мы с ним все время дальше ходили, беседовали и говорили, нас не трогали, другим запрещали подходить. А у католиков так, да? Именно так. Вот иногда спрашивают, как правильно складывать. Вот так складывают другие. Ну, давайте рассудим. Князь Владимир крестился, принял православие было, он принял двуперсию. Сергий Радоничский, ты признаешь его? Двуперсия. А Серапим Саровский, троеперсия. Но те и другие на небе, когда они не вернут. А что он спорит, что ли? Это всего лишь символ. Но в том и в другом элемент ереси. А почему? Потому что на кресте умирало человечество. Крест вещественный, это не духовный крест. Ну, из дерева сделано. И там умирал человек. Божество без страста, Златоуст говорит. Бог не страдает. У Бога этого нет. И поэтому, когда два перста, вот так старообрядцы показывают, это небеса склонились к земле. Это Бога человечества. Православные говорят троица. Но на кресте умирало не Бога человечества и не троица. Умирал человек. Первые христиане молились одним перстом. Но не указано каким, считай, что указательный правой рукой. Это пишет Иоанн Залтоуст. У православных как? Сверху вниз, справа налево. Что означает? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Ты глава всему. Иисусе Христе это имя получил через Деву Марию. Сыне Божий, Ты вознесся одесну из правой стороны. А помилуй меня, чтобы на левой стороне не оказаться, когда умру. Католик молится пятью. Иисус, шедший с неба, чтобы наказать людей, встретил любой Божий. И меня, погибшим на левой стороне, переведи на правую сторону. Благодаря Твоим пяти ранам. Вот католик молится правильно. Но я не католик, так я не молюсь. Но я должен сознаться, что он прав. Вот тогда они слушают. Я говорю, какие хорошие баптисты. Я вот тебе привожу примеры. Ну, допустим, есть такая у меня ролик один. Маленький мальчик все время плащет. В лагерь привезли его. А ему сколько, Яша, это было? Два с половиной года, наверное. Да, года три, наверное. Два и восемь. Ну, он не слушается. Спать ложись, он не ложится. Утром вставать он не встает. Мать бьет. Вообще ничего нельзя сделать. Ревет, а мать перед ним там. Но мать привезла их троих ребятишек. Я взял большую кружку. У меня такая кружка. Я подхожу к нам. Яша, ты хорошо плачешь? Давай, полную кружку наплачь, а больше не будешь. А он только у мамы просил. Мама, дай ручку. Мама пишет. Мама не дает. У него слезы текут. Если бы бабка была здесь, победа на Яшиной стороне. Да что ты ребенка, как говоришь, да отдай. Да что, тебе жалко, что ли? Бабка на его стороне. Но тут нету. Так, Яша, у нас особый порядок. Плакать можешь вот сюда в кружку. Я ему дал кружку. Он сидит, смотрит. Давай, начинает плакать. Он сразу заплакал, как будто кнопку нажал. Так, вот, а-а-а, ревет. Я так, подожди, Яша посмотрю, он сразу замолк. Что-то ничего нет. А я перед тем, как дать кружку, вытер. Всем показал, который съемка идет. Называется, Яша плачет. Этот ролик. Так, там столько отзывов. Мусульмане все отзываются. И что дальше? Он не может в кружке. Давай без кружки. А-а-а, без кружки. Может, получится. Так, начинает плакать. И он плачет. И одна слезинка. Мама говорит, одна слезинка пока... Но одна она не докатилась. А вчера-то у него слезы были. У меня, Яша, поедет, плакать не будет. Я знаю, что с ним сделать. И вот начинают они. Откуда это возникла юридическая юстиция? И дальше начинают. Выступают депутаты. Выступает Жириновский Владимир Вольфович. Что надо сделать так, чтобы где учебное заведение, там не меньше как 150 метров было до пивного ларька. Да какая это 150 метров или 200-то? А в магазине только дальний угол дать. То не дойдет до дальнего угла печушка. Я говорю, вам никогда не покончить с этим пьянцем. Это могут сделать только мусульмане. Я выступаю. Как там? Я мусульман знаю. Они в один день пьяницам голову отрезали, на штатет надели, все, больше никто не пьет. Нам говорят, у вас сколько погибло на дорогах? Мы говорим, столько. А у нас, говорит, ни одного. Понимаете? Вот на Бермудских островах там особые порядки. Ну и узнали. Узнали, и женщину спрашивают, скажите, а почему у вас такой закон дурной? Какой дурной? Если женщина тонет, запрещено спасать. Если мужчина ее спасает, он ее спас, а его казнят сразу. Мой муж точно так и делал. Понимаете? Женщину нельзя спасать. Ну и теперь спрашивает он ищем, скажите, а сколько у вас утонуло? Они говорят, у нас 300 человек. Они говорят, у нас за 300 лет ни одна не утонула. Ее мама в ванне учит и говорит, девочка, тебе надеяться не нахватят. Она как рыба плавает. Вот, понимаете, рефлекс обратной связи. И мусульман, они строго. Они поймали в течение года наркодельцов, было там 50 с лишним. Всех казнили, больше нет. О, нет. Пьяниц на дороге нету. Показывают в Таиланде. У меня ролик такой стоит. Он здоровый, мужчина, вот такой примерно. Ну, его там допрашивают полицейские. Так, ты это, пьяный был? Да, за рублем пьяный. Он по-своему отвечает. Так, тут специально вот такая сделана рамка, ему руки привязывают. Здесь такая, с окошечками на задницу, стоит один человек и начинает порой. Сначала он дернул, он еще, а потом кричит. И потом эти ягодицы, вот так трясутся, он привязывает. И вот снова еще, вот уже привязывают. И один считает. Два. А какие у него такие розги, считают, как сказать, искусственные. Они прям прорезают. Наконец поляшка, беда кровь течет. Тут сидит судья, врач. И они его раз, и опять считают вслух. Сколько там я насчитал, не знаю, 35 или сколько. Все. Его под руки уводят, по-хорошему разговаривают, он расписался. Он полгода за руль не сядет. Самый низкий уровень нарушений правил пьяных. Все. А то ничего не сделает. У нас профессор Пилипенко в Новосибирске. Поркотерапия. От пьянки, от наркомании, от излишнего веса. Он с тебя это все снял бы. И одна лежит с женщиной. Вот такая Тамара. Он рассказывает, в воздухе так свистит розгами, приучает ее. За это деньги платят. И какие розги, как он режет там эти прути. Так. Тебе этот вес твой лишний нужен? Да нет, я хочу. Поэтому Тамара, терпи. И он начинает ее пороть, а тут снимает лицо. Она трясет. Он опять, Тамара, ты же хотела быть другой-то. Ну давайте еще. Поркотерапией лечили княжеских особ в Германии еще в 13 веке. И вот один мужчина говорит, ну что я потерял семью, потерял работу. Был предприниматель. Остался один. Две бутылки на день. Ну когда узнал, к нему приехал, ну согласился. И вот знаете, из меня, говорит, черная полоса сползла. В рот больше не взял. Жена вернулась, на работе восстановился. Поркотерапия. Не бойтесь наказать ребенка. Это редко-редко надо, как отец Демитрий говорит. Очень редко. Но за дело. За что? За грубость, за хамство, за то, что ну никак не идет. Ребенок не понимает этого. Подскажи ему. Он еще спасает. Так что бороться с пьянством, я заранее говорю, никому никогда не удастся, кроме мусульман. Потому что самый решительный ребенок ни у одного мусульманина не забрали, у цыган не забрали, у юреев не забрали. Во Франции 20 миллионов детей забрали уже. Потому что мы не дружим. Попробуй троним мусульман, они разнесут до самой границы все. Вот и все. Так а мусульмане ролик в интернете выбрали, что землю возьмут своим множеством, размножиться. Вся Франция уже мусульмана. А Россию ни кровью, ничем, ни будем брать, не будем. Мы своим множеством возьмем всю землю. Министер Арафат говорил, наша атомная бомбка макка женщин. Все. Средняя, которая идет сейчас, допустим, во Франции, 1,8 ребенка. Мусульмане 8,1. Еще непонятно. В России до революции каждый год была от 3 до 5 миллионов прибыль, естественно, полная. У нас только за перестройку 120 миллионов абортов. Это государство исчезло. А у них это счастье считается, что она родила. Это будущее джиги. Это будущее мать. У нас никакого уважения. Даже вот она рожает. Ей не надо кесарое сечение сделать, чтобы она больше не могла рожать. Это задача. Истрепление нации. Вот мы проехали до Дальнего Востока. Везде одни красивые, чернявые ребята работают. Везде абсолютно. Государственное здание ремонтируют, дороги. Абсолютно везде. И в Москве, в Москве вот выше, когда намаз-то у них был, ну и говорят 120 тысяч. Сегодня говорят, не надо брать. Полтора миллиона. Все улицы и все до одного склонились вместе. Где вы, отец Дмитрий говорит, где вы у нас видели, чтобы тысяча мужиков одновременно зашли в храм? Что спрашивать? И он говорит, вот вчера подошла ко мне одна сестра и говорит, батюшка, я хотела вам задать вопрос. Отец Дмитрий Смирнов, это помощник по селу и инструкторам у патриарха Кирилла. Я говорю, давай, не стой шариков, открывай. Она говорит, батюшка, почему вот так? Я, говорит, когда я иду в храм, выхожу на остановку, поднимаю руку. Мусульман много, говорит, он меня везет, денег не берет. Я ему деньги даю, он говорит, не берет. Я говорю, как же брать, ты мать мне, да тем более идешь к Богу молиться. Но если русский везет, он обязательно возьмет, говорит, это моя работа. Вместо того, чтобы ее провести, да спросить, может ее в прачечную свозить, да может в магазин, да может тебя занести туда надо, нет, поэтому буду сейчас за мусульманами. У них есть, это говорит священник в храме центра Москвы. Он говорит, действительно так, и если я это знаю, просто знаю. Вот мы были в Баку, но я понимаю, как в Барнауле, Новосибирске. Нам надо помолить себе, вечером. Я стал молиться. Что тебе, лишний кусок дадут? Что ты тут руками размахался? В Баку приехали, они расстелились в свой Достархан, стали, мы глядем, у нас с тобой одеяло, мы сразу одеяло рядом расстелили, на шесть человек, и мы стали на молитву. Проходит милиция, никого не трогает. Эти проходят, с уважением относятся. Мы разные. Он видит, что я крещусь, скланяюсь, он против меня не пойдет никак. Вот мы выезжаем, сейчас не помню, из Ирпутска или где-то. Ну, не знаем, куда проехать. Не вы были за рулем? Нас, какой-то мусульманин, остановились, вот, и он говорит, за мной езжай. Он ехал туда, он поехал впереди нас. Вывел нас на центральную дорогу, а потом подошел, я говорю, а как звать? Ахмед. А он думает, что у меня тоже отец мусульманин молится, мы Бога одному молимся. Он хочет, хорошие слова сказать, он провел. Какое мое к нему отношение? У меня желание еще раз с ним встретиться. Вот и все. Это практически. Я ссылаюсь на известных людей, но это так и есть. А мы можем быть такими? Не можем, мы не можем, потому что мы другие. Мы можем быть только верующими. Верующие, тогда да, мы ищем кому помочь, тогда мы выше мусульман можем делать. Мусульман сделает, это ради Аллаха, а я знаю, за меня Христос умер. Такой писатель был, Шельгиз Айтматов, мусульманин. Ну, он вывел, написал роман Плаха, вывел главного героя, там, Аристарха, христианина. Его спрашивают, ну, вы-то мусульмане, а почему главный герой христианин? А эту книгу на расхват брали везде. Он говорит, Магомед много хорошего оставил, но умер за людей, Христос не Магомед. Вот и весь ответ. Интервью, для теоретической газеты дают. Интересно, он хотел писать в первой церкви, а они, нет, и вдруг к нему приходит мой брат и еще два священника. И он встречает, говорит, я только думал, где бы мне таких людей найти. Ему надо расспросить о древнем верованиям русских. А они пришли в этот день. Видите как. Я ехал как-то во Фрунзии, со мной два племянника были, маленькие такие. И вот этот мусульманин один, назырбек какой-то, ну, вел себя просто отвратительно. К нему зашел, видимо, знакомый. Он меня с нижней, это, согнал с ребятишками, его тут положил где-то и дальше грубил. Думавидно, женщина, это жена его работает. По-хорошему. Ну, я не стал ничего, здоровый, крепкий, в другой весовой категории. Я приехал, и, ну, это, как называют, проводников-то, состав, где проводники находятся. Написал заявление. Написал заявление, повыше маленько, что, ну, не годится так, какое обслуживание-то. Проходит какое-то время, кто-то стучится, а его вызвали. Я написал как раз на Щенгиза Айтматова. Там, видимо, кнули его, и он ко мне приехал. Жена поехала там, где-либо на Новокузнец. Он ко мне приехал, два балыка вот таких привез. Давай, это, прости меня, я вел себя неправильно. По-русски хорошо, говорит. Мы с ним весь день прогуляли в городе, написали телеграмму вот от проводника, где-то его руководство, чтобы с него все это сняли, чтобы его вернули на работу. А наш русский, говорит, что угодно будет творить, только не придет на покаяние. Мы едем дорогой, один там русский начал колбасить. Я говорю такими словами, так чтобы понятно было. Я начальнику проводников пошел, он говорит, да только вернули, говорит, две недели было сняты. Опять пьяно, ну, я тут уже на следующей станции ссадили и все. А этот он приехал, попросил прощение, мы с ним подружились, весь день гуляли в городе. Я такой телеграмм, он пиши, хоть сколько я отправлю. Я все написал, он отправил. нам есть примеры этих получиться, где? А вот мы приехали, а там хоронят, мусульмане, у них там большой квадрат, вот такой вот, а в углу там нору роют, и туда в норе там будут садить где-то. Ну, мы остановились, и он говорит, ай, дурной народ, у русских прямо раз и там. А там молодой человек лазит, он нара, он туда, и там дальше камеру делает, а вот эта, которая вот эта, это потом заваривает где-то. То есть они понимают, что лучше, что лучше. Не нужно водичку, да? Ну, вопрос... Взять бы это всюду. Да. О, я говорю, надо комитет создать, брать хорошее отовсюду, учиться. А нам есть, что православное делать. У нас столько хорошего. Да, настолько хорошего, но как она все забывается. Вот сейчас что делать детками, которые в школе? Они вообще не подчиняются уже ничему. Я начальник детского лагеря, создатель, 41-й год. И вот так вот сказать о детях всех никак не могу. Дети меняются, и при том очень быстро. Меняются. Ну, у меня правило такое, что они приходят, они там в залу какую-то дул. Ни родители, никто не имеет права ребенка доказывать, только я. А я больше поговорю. Зайду с ним, ну, матерился. Заранее знает. Я его наказываю. Он жал, заматировал, 7 раз, ты даже так, крапива лежит, крапиву губами порвести. А он боится. Ну, он знает наказание, но боится. Ладно, выходим перед... Он стоит, плащет. Вот смотри, я показываю. Вот он сделал эту юбку. А боится, стоит, плащет, он трусит. Чего боишься? А крапива жгучая? Я эту крапиву пучок беру в рот себе, рву зубами, жую, а мне тоже ждет, тут пузыри. Смотрите, а они со смеху не попадали. Ну, ты чего боишься? Ну, заходи. Теперь улыбнулся, заходи, теперь я вам накажу уже. К ребенку надо подойти. Подойти, как говорится, ключик. Рассказать ему, чтобы он это увидел. Вот у нас, в Японии есть канзё. Канзё это терпение. Вот у нас, если ребенка привели к стоматологу, то, ну, я боюсь, японка никогда этого не скажет. И вот посадили, он боится, она спонила сзади и говорит, Сакё, а где канзё? А если канзё нет, тебя за человека считать не будут. И он, нет, теперь ему сверлить, Мужчина... Ну, что канзё? Терпение. Канзё, это национальный культ. Вот, вот, киност, газетами торгует, а мужчина, там, японец, что-то у него не ладится, он опёрся и колотит, вот этот, хиос, вот так ходит. А женщина полиции не вызывает, она на него смотрит с презрением. У нее есть канзё, у него нет. У него не ладится на работе, а он бьет по киоску. Она может вызвать полицию, а не вызывает. У нее канзё есть. У нас нет этого. Я терплю, сдачу не даю, потому что я не могу. Я могу дать, я в той же время боксом занимался, а я подставляю вторую щеку, мне заповедь дана. Заповедь. А потом? А? А потом? А нету ее. Потом не наступает. Понимаете? Вот, борода. Бороду надо снять. Как только приступил в силу, бороду снимать. Но у меня начальник тюрьмы, он меня слушал, и он меня, тебя я не трону. Но уже когда приедешь на то место, где в лагерь, там я не власть. Но меня привезли в лагерь, ну, порядок один. Я пишу, дайте мне срок в два раза длиннее. У Ленина, где-то, которые были, сидели, не трогали бороду, не трожься, я плаща сижу. Никаких. И обрит меня чеченец. Расстелили, пришел начальник, замполит, расстелили простынь. У меня две бороды сейчас. Одна из лагеря. И вот он начинает, чеченец. А меня Аллах не накажет, что я... Я говорю, ты не виноватый. Стоит начальник, с другой стороны, потом бороду все собрали, мне в платочек я завязал, я ее вынесу. И написали, газета путинская, называется, российская газета. Две бороды на случай страшного суда. Про меня статья и две бороды. Видите как? И поэтому я среди них был, я знаю. Мне брить нельзя, но я не оборонялся. Они подходят и, отец, тебе же завтра посадят за это. Можем побреем тебя, чтоб тебя не трогали. Ну, соль, они как-то в баню. Ну, побреют, я руки сложу, я стою, плащу. Для меня это казнь, экзекуция. И поэтому мне ни разу, нигде с ними не было вражеских соревнований. Нигде. Вот у меня дед, приезжали там казахи, ну, у них там не урожаи какие-то, а дед мой, у них как перевалочная база. У моего деда они останавливались, у матери моей, отец. Ну, вот ему случилось как-то ехать по тому аулу. И они его узнали, как они загарготали, как они выскочили, они стереги сдернули, и на руках шпильщин, селок пронесли к себе. Чувство благодарности развитое. Нам надо учиться этому. Это уже мне мама рассказывала, как моего деда любили мусульмане, потому что он их привечал. Они едут в другое место, до него доезжают, у него распрягаются, тут и находят. А они бороду выдернут. Не выдернули. Дед ложится спать, обязательно сотовый мед на колодку поставить, топлив и творовать, так что в улице не трогал, а поел да ушел. Но всегда можно найти выход. А они вот такие режут голову. Ну, значит, моя участь такая. Я все равно туда поеду. У меня желание встретиться с Рамзаном Кадыровым, подарить ему хотя бы четыре книги. Они ему нужны. Вот помощь нам. Он считает своим кумиром Владимира Владимировича Путина. А у Путина, скажу, эти книги есть. Вам обязательно надо их есть. Я уже знаю, что скажу ему. Он, ну, путинская протежа, так сказать. Со Христом везде хорошо. Это был профессор Мастенковский. Он говорит, со Христом их тюрьма свобода. А без Христа и на свободе тюрьма. А что ты? Ты делаешь, что еще тебе не нравится. Ты все ли в раздоре со всеми. Человек думает, вот я изменю, возьму другую жену молодую, будет по-другому. Уеду в другое место. Но ты-то то же самое. Ты в первую очередь начни с себя. Начни сегодня, не завтра. А как? Часть покаяния. Не оправдывайся. Перед Богом оправдания ничего нет. Он знает нас другими. Он знает нас, когда мы думаем только. Согласна? Согласна. Ну, и все так. Согласна. Все равно очень трудно себя изменить. Как себя изменить? Всю жизнь прожить, ну как это же? Господь. Форкотерапия, что ли? И только. Ну, зайдите на форум, вот я кому давал, там написано православный форум Игнатия Латкина. Вверху. Вы не открете сразу на форумы. Вот там выйдите на главную страницу и запишите форкотерапия и сразу зайдите на эти ролики. И подействует? Там наших роликов наши, а нас 971. Это что, сколько людей пороли? Нет. Это занятия, это наши встречи с людьми, где мы были. Это все интересно. В лагере, крещение, ну, так вот набираются. Понятно. Так, Любашка, интернет есть у тебя? Так. Ну, попробую. Нет, это я Люба говорю, интернет есть у тебя, будешь заходить. Знаете, иные люди говорят, вот что-то там в интернете, это действительно мировая свалка. Но для меня это как рай. Я там выставляю материалы, тысячи людей. У меня 6300 друзей. Раньше было одним, щелчком, и все получают материалы. Там выставлены все наши книги. Там насчитано моим голосом 50 книг. Это Библия, Архипелаг, Гулаг, Златоул, Жития Святых. Все там стоит. Только скачивай, и я с вами буду. Ты на кухне картошку чистишь, а я в то время иди, поставь только, а я тебе буду считать. И будете вспоминать. Понятно. Особенно в машине это очень удобно. Скачай. Скажу, что нигде в мировой сети больше этого нет. Только у нас. Никто это не делал. Вас интересуют, допустим, дети, там что-то. Вы все это найдете. Там какие у меня интервью берут, на радио, все там абсолютно. Фильмы о нас, которые поставлены. Это не просто игрушечные, государственные фильмы. Один занял первое место в России, а второй главный приз на международном киноконкурсе взял. То есть люди увидели, что вот это маленькое, вот это именно то, что нужно. А нужно что? Любовь Христа показать. Вот я это делаю все абсолютно. Мы приехали, мы любим Господа, и ради него все это делали. Он поверил мне. Я отвечал, да, Господи, слушаю, раб, слушаю. Я пошел. У нас слово есть и к мусульманам, и к буддистам, и к католикам, и к к еретникам, и к баптистам, ко всем. Никого не унижая, нигде не насмехаясь, а зная их учения, ну и говорим, вот странно, я в сравнении с гибридами даю. Вы это найдете. А как ваши книги к Путину попали? Посла. А, вы по почте послали? Четыре книги. Вот это Новый Завет, трехтомник, когда Слова Божьего нету, где я арестованный был. Как представительство президента у нас... А Медведеву? Медведеву послали, да? Ну, вовремя президента была, Путин премьер-министр. Я зашел, и начитали на пленке Библии архипелагов. А Путин сказал однажды, говорит, я, говорит, когда лети лечу в самолете, время свободное есть, можно почитать Библию. Он мне говорит, что читает. Видите, как разыграет. Можно почитать. Ну, а читает ли он? Поэтому я зашел и говорю, скажите, он сказал, а читает, кто его знает? Я говорю, слушать это легче, конечно, вы сейчас. Вы меня насчитали, вы можете послать? Я говорю, а вы сами пошли. Я все послал. Это диски положил насчитанные, и четыре книги. Ну, и пришло уведомление, получено. А потом показывали три библиотеки и показали наши книги. А считает или нет? Ну, я скажу, что эту книгу просто так, если она есть, он уже просто так никак не отчитан. Вот он, третья книга. И здесь 10 еще есть классики. 10 книг этих. Видите? Сельский ход. Пасхальный. Это кроме Гюстава Дорре. Вот Иван Грозный, Моя Суна, Великий Пострик, вот, Помпея, Боярня Морозова. Это 10 картин классики. Вот. Все. Картина Иванова «Явление Христа народа», о которой я говорил, вот она и есть. Вот Агнец Божий берет на себя «Грех мира». Это целый зал, посвященный этой книге. А за сколько же ее можно купить? Вот эта вот вместе три тома, две тысячи. Когда я понес библиотеку, ну, в магазин узнать, вот эта вот одна книга, у них по 40 тысяч стоит. В магазине. Ну, в первую очередь, бумага, намелованные бумаги, это, это, все, ну и как сделаны подарочные. Сегодня это никак не оправдывается. Цена ее уже разов-два вполне дороже. Это трехтомник. Не один, а три тома. Это крысло православие. А вот скажите, как вы относитесь, что царскую семью приурочили, как говорится, к этим самым? К царскую семью приурочили к лику святых. За что? А, при числе к лику святых. Ну, меня никто не спрашивает, это первое. И его не за то, что он там где-то не так делал, за то, что он умер мученика. Мое сознание его канонизировало задолго до этой канонизации. Я всегда ему молился. Ну, это правильно, что... А сколько людей... Для вас может быть... Так сколько людей... Сколько людей он замучил? Так, сколько людей... Сколько погибли? Сколько? Крысный ход был, помните? Да знаю, Ходынка. Да. Так, и расстрелял его. Это... Так он, что сказал, расстрелять их. Кого? Ну, в связи этой самой... Да нет, это вы не о том говорили. Нет. Вы говорите, наверное, 9 января? Да, да, да. Его даже в городе не было. Ну, так и по его приказу. Это даже сегодня коммунист этого не говорил. Его даже в городе не было. Его не указали. Вот вы здесь сейчас и в вашем доме там сын что-то взял. Ну, какое-то отношение. Никакого. Никакого. Сарятами. Но когда его говорили, вас называют кровавый Николай, я ответственность не снимаю с себя. Он мог так, допустим, в Харькове, в Одессе громили евреев, еврейские погромы. Он мог вызвать вид и сказать, хоть одного еврея тронете, как Петр Первый, будешь висеть на первой перекладине. И все-таки, Петр Первый, он этого не сделал. Евреям, значит, оседлое место, куда выезжать. Ему говорили в то время, да не кто-то, а министр внутренних дел. Не дай бог революция будет. Евреи все потянутся в революцию. Революция-то это еврейское создание. Ленин приехал, 95% евреев только было с ним. Он не прислушался. Он считал, война необходима. Ему Григорий Ефимович распутен. В больницу стучал. Батюшка, отец, не начинай войну, не надо, не надо. Ему уже этот Вильгельм сказал, не делай мобилизацию. Нет, это объединит русский народ. Он был никудышный царь. Он никудышный. Да разве Петр Первый допустил бы революцию? Да он бы этих деговистов сдернул Ливан Грозный, еще бы 300 лет не помнили. Он никудышный, но как святой он признан. Он не засорян свои дела, канонизирован. Он терпел, как он был, и да был расстрелян. Он был преследован. Он многое перетерпел, когда был. У меня вся литература, все выставлено там, на сайте. Ну, не веришь, никто не заставляет. Это дело сейчас на порядке. Для меня он святой. Я каждый день упоминаю царь Николай, святой царской семье, что молите Бога о нас. Я верю, что он царь вселепестный. А другое, что я не верю, что я не верю. Вас не удовлетворяет этот ответ. Это я просто объясняю моему помощи. Вы не верите, ну, это никакой, Ленский расстрел. А какое отношение к Ленскому расстрелу, когда вообще, там не знал. Кто отвечал, тот и ответит. Мы сейчас съехали в Тамбов. Ну, Тамбовское восстание, это было-то. Тухачевский маршал, что делал? Газом вытравил своих в лесах-то. Это все опубликовали сейчас. Ну, конечно, сам пошел под нож. Его никто не будет канонизировать. На царем издевались, смеялись. Терпел он сидел там столько. Церковь решила так. Я православный это чиняюсь. Осипов против. Против канонизации? Осипов. Канонизации против. Он против. Но это его право. Он говорит, я не наставил, но я считаю, что это неправильно. Это нас не разделяет никак. Он считает, и я считаю. Почему его мнение на жопу? Его мнение для него, а мое для меня. Я никому не наговорю. Давай ты посчитай, молюсь. Нет. Просто я его посчитаю за святого, а не за то, что он хороший царь. Он царь никудышный был. Мы знаем мучение, конечно. Он святой мученик. И все. Только и всего. А как царь, он как правитель, да никакой. А кто из царей самый был, так сказать? Не смотря по всему смотреть. Самый первый, который был, царя Михаила. Михаил, да, это был русский царь. А эти, говорит, русские цари, то в Алешке было 1,7% русской крови. Ну, допустим, он царь, жилился на немки, уже дети 50%, того и 50%, немки 50%. Эти еще взяли шведку, еще 20% и так дальше. В Алешке 1,7% говорят, русский царьевич. Ну, так условно можно назвать. У Петра 1, что ли? А? У Петра 1? Да. А Алешка у царя Николая 2. А, вон там. 1,7% русской крови. Ну, это задача. Ну, и так. Главное, что мы знали Христа, жили для Христа и воюем Божьем. И с этим мы явились. Когда мы умирать будем, все остальные эти вопросы, они уйдут. Я знаю, что я умер Христос. Он взял мои грехи. Он понес их на крест. И в покаянии я его принимаю, усваиваю. Я должен умирать. А он умер за меня. Он меня освободил. Его гнев, Бога Отца, отправился на Христа. А я спасен. Христос умер не за то, что он говорил против фарисов. Он умер за мои грехи. А я говорю, как он? За грехи всего мира. А ты скажи, лично за меня. Тогда у тебя внутреннее чувство благодарности будет. И я себе не принадлежу. Ну все. Давайте поблагодарим Бога. Давайте чайку попьем, может. Чайку попьем, может, войдет. Поблагодарим Бога. Я прочитаю молитву. Кто согласен, скажет о нем. Спасибо. Ну, что-то. Мы не знаем, куда. Попробуй. 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 Создай во имя Господи, помилуй меня. Вечеславство грешил Господи. Растили мне грешно. И благослови. Ты дал нам святое слово Твое. Дал заповеди, чтоб мы знали Тебя, служили Тебе. И вечности были с Тобою. Ты умер за наши грехи. хвала Тебе. Благослови пришедших сюда. Дела наши устрои по воле Твоей. Благослови наш выход и вход, как Тебе угодно. И место сие добудет благословенное и живущее здесь, в этом городе. Благослови правителей страны, патриарха Кирилла, священство, иночество, епископат, чтобы учили народ. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, счастье, поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. Аминь.